итак есть у меня еще небольшой опять тех пока я вижу я отвечу опять на несколько вопросов надеюсь вам будет интересно значит первый раздел это поговорим о пряже вы приобретаете пряжу по необходимости или по при любой возможности я что касается меня я приобретаю пряжу по необходимости у меня нет такой привычки чтобы приходить скупать все не знаю запасы пряжи в магазине и хранить их дома нет я беру только те цвета и моточки которые мне нужны в данный момент если мне нужен один наток то я беру один я не беру 10 20 во первых мне негде их хранить потому что уж не так много у меня места и нет смысла ее покупать потому что магазины вязальные у нас работают каждый день и я живу не так далеко от этих магазинов любой момент зашел и купил то что тебе нужно второй вопрос какой способ приобретения пряжи вы предпочитаете дороже но в магазине потому что там можно увидеть палитру цветов и подрогать пряжу или дешевле но типа кота в мешке ну вот это опять вопрос касаемо ценовой политики игрушек да только что я про него рассказывала я люблю пусть дороже но в магазине я прихожу я сама выбираю я смотрю я могу пощупать причем даже детская новинка она бывает в одном и том же магазине я беру но толщина бывает нормальная как всегда у детской новинки а иногда бывает в два раза тоньше почему то ли другой производитель то ли на самом заводе они почему-то делают пряжу тоньше но в интернете или там в группах каких-то я не могу это увидеть я не могу ее пощупать и фото иногда перри не передает того цвета который на самом деле есть они отличаются даже берешь иногда один и тот же цвет но оттенок разным например есть белый цвет детской новинки и есть такой же белый но он как молочный то есть они совершенно разные цвета поэтому я больше люблю когда я прихожу в магазин и там уже смотрю в щупу выбираю в общем вот так если перед вами будет стоять выбор купить пряжу или крючки или спицы и все перечисленные у вас уже есть но хотелось бы еще чему отдадите предпочтение или купите по необходимости но опять я беру всегда по необходимости иногда иногда я вижу например в ту пряжу которая ну прям вот западает мне в сердце особенно это бывает с плюшем потому что плюш это зимние пряжа и ее летом у нас не бывает у нас не бывает цветов в магазине у нас там остаточки какие-то у них остаются они просто не возят наши магазины поэтому вот плюш да я могу сходить и набрать себе впрок но опять не огромное количество там какими-то тюками нет совсем по немного таких моточков но не немного до крючки тоже я люблю но я не пользуюсь дорогими крючками потому что ну если честно даже я не пробовала я беру обычные дешевые крючки с силиконовой ручкой почему силиконовой потому что когда я набиваю изделие например вода туловище то я набиваю вот этой страной если крючок пластмассовый или железный то он скользит через холофайбер и не набивает руками мне набивать неудобно я не люблю а вот крючком очень удобно силиконовой ручкой он прям туда все сталкивает очень хорошо особенно если это какая-то маленькая деталька там ручки ножки то крючком очень удобно набивать до крючки я люблю и они у меня очень часто кстати выходят вот эти силиконовые строя силикона либо рвется либо вот здесь вот весь замызгивается в общем приходит негодность поэтому я постоянно их покупаю где-то раз в три месяца какой пряжи вас запасов больше летний или зимний ну летний или зимний у меня пряжи не бывает потому что я все-таки вижу игрушки они вещи но в основном у меня больше всего акрила да хоть мне нравится конечно вязать из хлопка но теми объемами которыми вяжу я это будет довольно таки затратное дело и стоимость игрушки тогда придется поднимать как я уже говорила в нашем маленьком городе просто очень тяжело будет продать эти игрушки по такой стоимости поэтому я беру более бюджетно пряжу это детская новинка акрил и я из нее вижу есть некоторые игрушки которые я делаю из хлопка например это жирафчик леди бах куклу я делаю да но в основном это акрил какой пряжа у вас запасов больше импортной или отечественной да я пользуюсь в основном отечественной если перед вами будет лежать однотонная меланжевая принтовая и секционная пряжа какое дадите предпочтение при покупке и вязании ну в основном я беру однотонную потому что игрушки вяжутся из однотонной пряжи в основном на редко какие там ну бывает что-то для платьюшка для какой-либо комбинезончик но в основном все однотонного цвета так следующий вопрос пряжа с каким составом отдаете предпочтение или вам без разницы да я даю предпочтение хлопку мне из него приятно вязать он более скользкий он приятный на ощупь вяжется лучше быстрее чем акрил но опять говорю что в основном я вижу из акрила так поговорим о вязании планируете вы свой день или как бог даст нет я всегда планирую свой день утром я просыпаюсь или даже вечером я уже планирую что мне нужно сделать какие у меня планы на работе я прихожу я тоже планирую свой день что зачем последовательно мне нужно сделать и дома точно так же но конечно же бывают какие-то такие ситуации когда я свои планы нарушаю и не выполняю дома я очень тоже люблю планировать домашние дела но они у меня часто срываются потому что когда приходишь домой из-за сидящего образа жизни постоянно болит спина и голова поэтому желание утре утрешнее желание что-то сделать к вечеру благополучно забывается и не хочется уже ничего делать поэтому в основном да а так планы да я люблю планировать я люблю вести разные ежедневники блокнотики где у меня написаны планы и на год и на неделю и что-то да вот это планирование очень мне нравится оформление всяких ежедневников разворотов читательских дневников это я очень люблю вы предпочитаете вязать в тишине под видео под видео аудиокнигу или сериал по тв аудиокнигу я не люблю вязать под аудиокнигу почему сейчас вам расскажу потому что во время вязания я считаю и я либо считаю либо я слушаю и естественно я начинаю отвлекаться насчет и забывая про что-то в этой книге собственно говоря про про что смысл а так как аудиокнигу меня вообще воспринимается довольно таки тяжело когда сам читаешь то все запоминаешь а вот с аудиокнигой тут проблематичнее особенно если не очень нравится тот кто ее читает поэтому аудиокнигу я люблю слушать на работе во время там ну каких-то процессов которые не затрагивают ум который просто нужно там переписать что-то еще что-то делать да вот в этот момент я люблю слушать аудиокнигу а под вязание больше всего я люблю смотреть либо какой-то сериал сериалов я смотрю много вот сейчас смотрю девочку вампир и однажды в сказке или в основном это видео youtube так как я подписана на очень многих блогеров в основном это книжные блогеры потому что я очень люблю чтение поэтому я включаю своих любимых девочек и наслаждаюсь их видео дать youtube в основном это youtube так чему больше отдаете предпочтение крючку или спицы я уже говорила в прошлом видео что спицами я работать не люблю мне это не нравится я умею я знаю основные какие-то пункты и азы как вязать но вязать я не люблю и не хочу даже даже учиться не хочу чему-то новому потому что мне ну просто не интересно вязать спицы поэтому я люблю крючок крючок это мое родное и любимое влияет ли на вашу продуктивность сезонность ну это такой странный вопрос влияет ли сказать нет не влияет я вижу круг круглый год я наверное вам совру потому что все таки влияет а именно вижу то я каждый раз каждый день и как бы продуктивность моя не снижается но в те дни когда наступают праздники а это новый год 8 марта что у нас там еще майские праздники день россии потом покровская ярмарка вот в эти периоды моя продуктивность конечно же просто взлетает ввысь и парит там вообще не опускаясь а почему ну потому что это очень масштабные ярмарки а масленицы сюда вот и хочется естественно стоять там не с пустым столом потому что в этот момент всегда большие гуляния ярмарки по несколько дней иногда там неделю или больше каждый день ярмарки проходят и естественно моя продуктивность просто взмахивает вверх я начинаю с усиленной с утроенной там силы вязать игрушки днями ночами и вообще практически не сплю особенно на новый год потому что у нас всегда очень много дней с ярмарками когда мы стоим и естественно люди идут и покупают игрушки и чтобы на следующий день не стоять с пустым столом хотя бы что-то туда добавить вот в этот момент мы конечно со светланой работаем на износ по полной программе поэтому можно сказать что не та сезонность когда летом там скучно и не хочется ничего вязать там речка пикники и так далее нет такая сезонность на меня не влияет я все равно продолжаю вязать а вот праздничные мероприятия да здесь мне нужно работать намного быстрее и сильнее продуктивнее так скажем так следующий вопрос любите ли вы вязать интерьерные вещи или вяжите по настроению или по необходимости ну настроение да наверное все таки бывают такие моменты когда я прихожу очень уставшая и бывают дни когда я не беру крючок в руки конечно это бывает очень редко но все таки бывает а в основном я вяжу по по необходимости потому что практически каждый выходные у меня ярмарки и в основном это летний период это с весны по конец осени да здесь у меня выездные ярмарки мы ездим каждый выходные куда-то и мне просто по необходимости нужно вязать иначе мне не с чем ехать будет а если я не поеду то он меня просто не будут приглашать на эти ярмарки в дальнейшем так из пряжи какой толщины тонкой средней или толстой вы предпочитаете вязать толстую пряжу я не люблю у меня болит рука ее вязать вот здесь в запястье начинает все ломить поэтому толстую нет сразу очень редко когда я делаю с толстой но опять это по большой необходимости в основном нет потому что я держу крючок вот так если вот так вязать то рука не болит но мне так неудобно я беру всегда вот так и вот это запястье когда крутишь вот здесь вот здесь да побаливает скорее всего я люблю тонкую пряжу я тоже не люблю наподобие ирисы или еще что-то это совсем мелко совсем неудобно во первых ниточку неудобно держать зрение у меня не очень хорошее и разглядеть там какие петельки для меня и довольно проблематично я люблю среднюю да в основном это вот толщина где в 50 граммах где-то 200 метров 200 220 да вот так вот такой толщины но бывает иногда чуть потолще ну не не слишком толстая если перед вами будет стоять выбор связать изделие тем способом который вы уже хорошо освоили или которым вы не вязали но надо бы освоить какой вы выберете конечно же я выберу новый тип вязания потому что я люблю узнавать все новое там то что я знаю это хорошо но учиться новому всегда нужно я всегда за новые способы так следующий вопрос с какими трудностями вам пришлось столкнуться в процессе вязания которые вы сейчас выполняете с легкостью но трудность один раз когда еще только начиналось вот это техниками груми это было давно наверное лет 12 назад я решила своей дочке связать игрушку а видео мастер-классов как-то то ли не было то ли я не находила но не могу в общем я не знала что такое амигуруми я умела вязать крючком но я не знала что амигуруми и как это вообще что такое кольцо амигуруми как какие основные принципы да вот с прибавками с убавками для меня это было непонятно и я решила связать лошадку пони потом нашла какой-то мастер-класс распечатала его на бумажке села начала вязать и никак понять не могла что такое кольцо как какие-то убавки прибавки что как я так на свой ум решила сделать по-своему у меня конечно же получилась такая белиберда что просто просто конечно ужас ну не знаю как схема все-таки может быть там и схема была не доработана но в итоге я это все забросила и холофайбер у меня не было я попробовала набить ваткой все это было тяжело неудобно в общем благополучно это все полетело в мусорное ведро и потом несколько лет я к этому не подходила и вообще что это какая-то ерунда а потом все-таки разобралась и потихонечку вошла во вкус мне это очень понравилось так какие техники вы хотели бы освоить еще помимо тех которых уже освоили в прошлом видео я уже рассказывала что я хочу я хочу сделать каркасную куклу красивую каркасную куклу которая полностью будет соответствовать уменьшенная копия натурального человека то есть да и мне очень нравится то что одежда у них снимается но это все вязано скорее всего из какой-то тонкой нитки да тоненьким крючком для меня это конечно катастрофа потому что я не люблю как я уже сказала вязать из тонкой нитки и для меня проблематично там разглядывать эти маленькие петельки вяжете ли вы вещи своим близким знакомым или предпочитаете найти причину чтобы отказаться если вяжете то вяжете бесплатно за чисто символическую цену или полную цену и был ли у вас негативный опыт такого вязания я вяжу своим близким я вяжу игрушки естественно и машинки вяжу своей и своим крестникам и друзьям но опять не могу сказать чтобы в моем круге было довольно таки много маленьких детей у меня их совсем прям ну родственников совсем чуть-чуть поэтому я в основном они их у меня не заказывают но на какой-то праздник на новый год там еще на что-то я периодически вяжу им игрушки и дарю никакую цену я естественно не беру вот поэтому да я их просто дарю так и последний блок вопросов у меня остался это поговорим о блогерстве что вам больше всего нравится снимать мк влог болталки и чему отдаете больше предпочтения как пользователь снимать я люблю влоги мне очень нравится и обзор игрушек это вот самое то что я больше всего люблю ну и смотреть соответственно я тоже самое люблю потом ну в принципе вот влоги да те же самые не знаю как вам мне нравится их смотреть я не только узнаю о человеке о самом авторе канала ну нравится с ним общаться нравится смотреть не только по определенной тематике что он говорит но и как он вообще живет в жизни мне это очень симпатизирует так следующий вопрос любите ли вы монтировать видео я монтировать видео не люблю для меня это очень скучно сидеть это слушать там что я наболтала в течение дня там по цену часу но деваться некуда нужно выкладывать и я бы не сказала что монтирование видео проходит у меня довольно так длительное время нет в основном я закидываю файлики очень редко где редактирую там чуть-чуть может быть начало или конец когда я поворачиваюсь и выключаю камеру обрезаю совсем кучку все это вместе складываю быстренько сохраняю не могу сказать чтобы я там прям сидела каждое слово вырезала нет у меня такого нет ваше отношение к негативным комментариям изначально и на сегодняшний день отвечаете ли вы на них удаляете блокируете пользователя или ничего не делаете ну знаете вот негативные комментарии они бывают разные я вам так скажу бывают комментарии которые просто человек высказывает свое мнение да у каждого человека есть свое мнение он высказывает то что он считает такие комментарии я естественно не удаляю не блокирую пользователей я прислушиваюсь к их мнению и создаю потом общее мнение людей каких все таки большинство кто больше за одну сторону кто против этого вопроса ну какого-то поэтому ничего в этом я зазорного не имею то есть никакого плохого отношения нет люди есть множество людей множество мнений так скажем но есть люди которые пишут комментарии чтобы обидеть человека не высказывая свое мнение а просто какими-то ругательными иногда даже не цензурными выражениями просто пишут какие-то гадости вот этих троллей так называемых я блокирую и удаляю комментарии мы живем в цивилизованном мире мы культурные люди начитанные которые разговаривают литературным языком и вот эти их выражения и высказывания они не то что меня обижают нет я не обижаюсь на них но мне просто неприятно их читать и их видеть на своем канале поэтому таких людей я блокирую отвечаете ли вы на все комментарии или только на те которые вам интересны отвечаю я на все комментарии я не выбираю интересные мне комментарии не интересные и так я отвечаю всем людям либо я ставлю сердечко что мне нравится ваш комментарий и отвечаю вам обязательно но если вопросы повторяются то есть ну про большинство одних и тех же то я просто ставлю сердечко потому что на этот комментарий я уже ответила например были комментарии про вязаного дракона и змея каранча я в одном комментарии ответила что да мастер-класс будет но не в ближайшем будущем потому что я его не планировала этого дракона я обязала своему мужу в подарок и даже когда я его вязала я не записывал схему то есть прежде чем сделать мастер-класс мне нужно сесть разработать опять схему и только тогда его сделать а на это нужно время а так как в ближайшее время уже новый год и работы так будет много так что пока что этот мастер-класс я не планирую я ответила в комментариях к одному посту а другим просто ставлю сердечко но можете поискать ответы одно и то же я не буду просто отвечать не вижу смысла в этом так ваше отношение к прямым эфирам да мне очень нравятся прямые эфиры но сама я их боюсь делать да не в том смысле что мне страшно нет просто я боюсь что вас будет очень мало или вообще никто не придет так как канал мой новый и аудитории у меня не так много я боюсь что я просто просижу в одиночестве одна в этом прямом эфире и ни с кем не пообщаюсь но я бы с большим удовольствием провела бы прямой эфир мне очень хочется с вами пообщаться вот в живую в реальном времени поэтому если вы захотите прямой эфир то вы мне дайте знать напишите мне что вы будете меня смотреть и я обязательно его сделаю потому что мне очень хочется и вообще нравится когда другие люди делают прямой эфир я всегда подключаюсь и с ними общаюсь да какие планы у вас на ближайшее будущее планов у меня много по самому каналу я планирую несколько мастер-классов которых никак не сделаю но хрюшка это уже в процессе дальше у меня планы на мастер-класс девочку куколку на жирафчика которого вы у меня уже давно просите но никак я не сяду его и не сделаю дальше по кто у меня там еще там кого-то еще хотела сделать мастер-класс не помню из головы вылетела ладно посмотрю еще в общем вот на такие маленькие игрушки вот на зайку кстати хотела тоже мастер-класс сделать какого сегодня показывала розового и бирюзового вот на них да буду делать потом у меня планы на разработку платных мастер-классов это будут богатыри из мультика три богатыря это Алеша Попович Илья Мурмиц и Добрый Никитич мы их уже делали на продажу самих богатырей как-нибудь в обзоре вам покажу но мастер-класс на них будет скорее всего платный чисто символическая сумма там рублей может быть 200-300 вот так что нужно тоже их разработать и для этого очень требуется много времени так и что у меня еще по планам было да вот хотела бы связать каркасную куклу но так как впереди как еще раз говорю Новый год очень много сейчас планов на хрюшек не знаю каких мы будем делать и буду ли я их вообще очень много делать потому что все таки хрюшка это не собачка они останутся вряд ли кто будет покупать после Нового года ну пока что пока что не знаю что и как вот и естественно планы у меня на канал я хочу снимать много видео много интересного чтобы вам нравилось ну вот да вот так так сейчас у нас по времени 15 минут 5 через полтора часа я поеду на спектакль сейчас сяду доделаю карамельки повяжу немножко попью на ручейку и буду собираться возьму вас с собой на спектакль покажу что там и как спит папочка и сейчас где она это алипетела а это уже сцена все готово сейчас начнется так вот вот все и все и Продолжение следует... 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 Продолжение следует...